Привет, друзья! С вами Иван Никитин. В этом видео разберем, как использовать модификаторы сплайнов. Это очень тоже важная тема, потому что с помощью модификаторов сплайнов создается, пожалуй, большинство объектов, и я очень часто использую этот прием. Здесь всего их несколько, то есть их гораздо меньше, чем для модификаторов объектов, которые мы в прошлом дне разбирали, но инструменты действительно очень крутые, то есть их нужно обязательно изучить и обязательно использовать. На виде сверху я сейчас создам небольшой сплайн, просто пока произвольной формы. И давайте попробуем на него назначить какие-то модификаторы. Переходим во вкладочку Modify. Тут у нас появляются параметры этого сплайна. И здесь давайте разберем. Часть модификаторов, естественно, она остается та же самая, то есть их можно тоже применять на сплайны, те же самые бенд и прочие. Но здесь появляются другие, более интересные вещи, которые нам необходимы. В данном случае, например, это модификатор Extrude. То есть что мы можем делать с помощью модификатора Extrude? Мы можем выдавить эту линию, и получится у нас поверхность. То есть просто задаем параметры выдавливания, на сколько миллиметров, например, на 100. Можно добавить сегменты по этой поверхности. И у нас появляется вот такая поверхность, которую мы выдавили. На эту поверхность в дальнейшем можно, например, назначить модификатор Shell, чтобы у нас была толщина здесь, например, 20 миллиметров. И появляется вот такая вот уже поверхность. То есть можно, например, делать объемные буквы или из любых абсолютно. Например, это похоже на цифру 3, такую задебульственную. Вот мы сделали с вами цифру 3. Во всяком случае, это похоже. Вот. То есть это один из просто примеров, как можно применять эти инструменты. В дальнейшем мы можем с помощью модификатора... Сейчас я вам покажу. Давайте создам другой сплайм прямоугольником. Есть модификатор Bevel, который позволяет создавать, например, плитку. Он точно так же, как Extrude, почти работает, только с той лишь разницей, что можно делать несколько уровней выдавливания. И здесь ставить, например, вот Start Outline. Так, здесь пока 0 пускай будет. Вот первый уровень Level 1. То есть высоту мы задаем, например, 7 миллиметров. Или там давайте 5 миллиметров. И Outline. То есть насколько он будет сдвинут внутрь, либо наружу. Сейчас пока ставим 0. Второй Level, например, второй уровень. Мы задаем 2 миллиметра. И делаем такой небольшой скос. То есть это фаска. Например, мы хотим сдевать плитку. Напольную. Задаем второй уровень. И можно даже задать второй уровень, например, не такой высокий. Сделать его 1 миллиметр. И здесь сделать минус 1 миллиметр. А потом в третьем уровне добавить еще 1 миллиметр. И сделать его уже минус 2. Здесь вот такой будет вариант. Здесь даже можно сделать чуть-чуть поменьше. То есть вот такая плитка. Эту плитку вы можете, например, сделать, убрать на время BWO. И включить тут привязку 2.5. И переместить. Давайте настроим привязку, чтобы она привязывалась только к вершинам. Нажимая правой кнопкой сюда и здесь ставлю галочку вершин. И теперь перемещаю этот объект с шифтом. Вот в эту точку. Только делать это можно на виде сверху, а не на перспективе, чтобы все было точно. И с инстансом делаю несколько копий. Потом это все дело копируем. И смещаю точно так же вниз. Вот у нас появились такие квадраты из плитки. И теперь включаем просто BWO. И в данном случае мы видим, что у нас появилось пол из плитки. Причем мы каждый из этих плиточек можем редактировать. И все они будут редактироваться разум. К примеру, если мы хотим задать между ними швы, то мы можем поставить здесь Outline на 0,5 мм, 0,6 мм. И тем самым сделать небольшой шов по полмиллиметра с каждой стороны. Дальше мы, например, можем поменять здесь высоту основную. Сделать ее поменьше. Либо наоборот сделать больше. Ну и так далее. То есть каждый уровень менять в отдельности. То есть очень много всяких разных настроек. И все они применяются сразу на все плитки. Очень удобно. Cap это Start и End. То есть будет ли закрываться верхушка, которая у нас получается полигоном. Это конец пути. И начало у нас внизу показано. То есть будет ли здесь закрыта вот эта часть. Если нужна, то закрываем. Обычно здесь всегда галочки стоят. Можно их не менять. Ну и количество сегментов как бы здесь тоже. Будет ли оно одному равно на каждом уровне. Либо два, либо три. Если больше нужно, то ставьте здесь больше. В общем-то и все. Очень простой модификатор, но очень действенный. Также можно здесь из этого всего сделать другую совершенно форму. Например, делаем здесь 10 мм. Здесь outline 0. Здесь, например, делаем 0. Это вот ставим значение вот такое. Минус 15 мм. И третье значение углубляем вниз наоборот. И делаем. То есть получилась вот такая панель. Это уже можно использовать как настенные панели, или как потолок. В общем, много всяких разных применений можно найти. И менять, соответственно, тоже здесь ширину каждой части. Очень быстро все используется. Очень быстро все редактируется. Такой потолок получился, можно сказать. Тоже весьма удобно. Так, давайте рассмотрим еще другие модификаторы. Я создам сейчас еще линию. Такую. И назначим на нее модификатор B-л-профиль. Очень полезная вещь. То есть сам по себе он ничего не делает. Нам нужно нарисовать профиль перед нами сбоку. И нарисую профиль, например, для плинтуса. Из нижней угловой точки. Замкну эту линию. Потом можно доработать здесь, например, снять фасочку. Здесь есть такой параметр. Chamfer. И здесь тоже снять фаску, чтобы все выглядело более красиво. Вот. И теперь этот профиль используем в качестве профиля для модификатора B-л-профиля. Переходим в модификатор B-л-профиля. Вот он наш профиль. Переходим в модификатор B-л-профиля и нажимаем пик профиль. И выбираем тот самый профиль, который я только что создал. Вот у нас появляется такой винтус замечательный. Вот можно посмотреть, что здесь действительно все по такой форме сделано. Но остаются вот эти отверстия по бокам здесь и вот здесь. Их нужно закрыть с помощью cap holes, который мы проходили в прошлом занятии. Смотрите, если не помните. Таким образом. И есть смысл здесь применить модификатор smooth, потому что вот эта форма, она выглядит немножечко округлой, несмотря на то, что она должна быть прямой. То есть применяем модификатор smooth дальше. Вот. Теперь все красиво и ровно. Без этих сглаживаний. Чем удобно этот модификатор? Что вы можете в любой момент поменять, например, размер вот этой части, и ваш плинтус станет тоже больше, шире. То есть как вы сами захотите. Поменять здесь точки местами. К примеру, сделать вот эту впадинку не такой большой. Сделать ее пошире. То есть все это отражается сразу же на вашем профиле. Вот. Все это заметно. Очень удобно это использовать. Вообще с помощью белого профиля создается огромное количество объектов. Это и оконные, и дверные рамы. Это и различные рамы для картин. Различные там наличники на окна, двери. То есть очень-очень много всего. Деревянные панели тоже можно создавать. Сейчас рассмотрим еще парочку примеров. Но прежде я хочу погрузиться в настройки. Здесь еще помимо настроек есть Cap, Start и End. То есть это закрыть начало и конец. Но почему-то они не всегда закрываются корректно. Вот. И также мы можем менять профиль дизма. То есть вращать его. Например, если нам нужно сделать этот профиль в обратную сторону, то мы просто крутим на 180 градусов этот профиль. И он у нас разворачивается в обратную сторону. Точно так же можно его развернуть вверх-вниз. Например, если это потолочный плинтус, да? Ну и так далее. Хочу обратить внимание, что вот эта точка, звездочка обозначена вот здесь, это первая точка, которая будет простраиваться из линии. То есть вот у нас идет линия сама по себе. И профиль этот будет по этой линии ехать. Как бы представьте себе, что вот эта точка профиля встает на линию и проезжает, и после нее остается вот эта самая форма. То есть и нужно первую точку в сплайне, когда вы его рисуете, нужно создавать именно из угловой точки помещения. То есть если вы рисуете, например, плинтус на пол, то здесь снизу будет пол, здесь будет стена. И вот на пересечении пола и стены нужно ставить первую точку, потом уже рисовать все остальное. Если это будет потолок, то нужно наоборот. Вот он, потолок у вас вверху. Вот будет стена потолка. И здесь, к примеру, будет потолочный какой-то профиль карниз. То есть когда вы это наложите на потолок, получится форма именно построенной из вот этого уголка. Если вы вдруг ошиблись и создали, например, вот из этой точки на поле плинтус, ничего страшного, можно зайти в настройки сплайна. Тут есть желтая точка, вот она. Это та самая точка первая, основная, из которой вы начали создавать все. Если вы хотите ее поменять, то выделяйте другую точку. И здесь есть кнопочка, сейчас мы ее с вами найдем, make first. Вот она. Нажимаем на ее, и эта точка становится желтой. Но в данном случае тогда мы видим, что все у нас здесь перевернулось. То есть теперь модификатор работает по-другому, исходя из вот этой первой точки. Если мы поменяем эту точку первой, то все снова меняется. Будьте внимательны, чтобы не было у вас никаких здесь ошибок. Еще покажу пример с использованием модификатора обоего профиль. Создан вот такой прямоугольник. И давайте нарисуем, будто мы делаем какую-то раму. Нарисуем на виде сбоку профиль. К примеру, я хочу, чтобы здесь был подъем, потом был такой спад. Короче говоря, нарисую раму для картины. То есть я рисую ее с угла. Это будет толщина рамы. Потом я хочу, например, сделать здесь скругление небольшое. Потом здесь делаю большой спад. Подъемчик. Ну и, пожалуй, на этом достаточно. Закрываю сплайн. Обратите внимание, когда вы закрываете сплайн, линия может быть неровная. Слегка. Потому что вы поставили предыдущую точку не на той же полосе. Стоит это дело выровнять. Либо это можно сделать, например, вот таким образом. Выделяете обе точки, переходите в масштаб, выбираете здесь пайлокпоинт, чтобы она работала по общей точке. И масштабируете их друг к другу несколько раз. Они выравниваются по одной линии. И потом этот профиль я буду использовать сейчас на этом объекте. Изначаю здесь былой профиль. И нажимаю пик профиль вот этот. Вот моя картина получилась. Весьма аккуратная, как вы видите, полностью замкнутая поверхность. И сюда уже можно вставлять просто полотно, либо зеркало, либо сам холст картин. И у вас тогда получится уже полноценная картина. Точно так же я могу и этот профиль повернуть. Сделать его, например, под 45 градусов вот таким, чтобы придать некую форму картине. То есть такие картины тоже делают, такие рамы. Вот. И, в общем-то, как хочу, могу прокрутить это все дело. Либо развернуть ее, сделать не 90 градусов, как-нибудь вот так. То есть как подставку какую-то. То есть зависит все от ваших целей. Делать с этим модификатором можно очень много всего. Еще один вариант, если мы разорвем вот в этом сплайне. Разорвем в этом сплайне сегмент 1, вот этот, например. И добавим здесь, к примеру, эту точку. Попустим ниже. То получится уже замкнутая поверхность. То есть если вы делаете стол какой-то, к примеру, где вам нужна окантовка по периметру с каким-то профилем, то можете просто делать поверхность не замкнутая, оставлять один разрыв, и у вас будет появляться такая поверхность. Сейчас покажу пример, как сделать, например, круглый стол овальный с каким-то профилем. Ну, давайте этот же профиль и используем немножечко его изменив. То есть я просто сделаю сейчас вот эти две точки. Смасштабирую вот так. И вот эту поверхность ставлю здесь. Я применяю сюда модификатор бывого профиля опять. Нажимаю пик профиль. Вот так. Вот. Получается стол с такой вот окантовкой. Опять же мы можем эту форму менять как хотим. Можем сделать ее не такой высокой. Вот таким образом сделать здесь еще более тонкую вот эту часть. К примеру, так. И наш столик изменится. Чтобы здесь не было такое, такие как бы большие, маленькое количество сегментов, то есть он довольно грубый получился. Нужно настроить interpolation, задать adaptive галочку, либо просто добавить здесь количество сегментов, например, 10 и 15. То есть следите за тем, чтобы ваши округлые объекты были именно хорошо смотрелись, были именно круглыми. С достаточным количеством сегментов. Как сейчас, например. Вот. Осталось подставить только ноги, основание и стол готов. Если мы создаем замкнутый сплайн, то мы можем делать экструд так же, как я показывал в первом примере, но работать он будет уже иначе. Он будет нам давать вот такую замкнутую поверхность, с которой мы в дальнейшем можем работать уже модификаторами объектов и дорабатывать эту форму. Также мы можем создать, например, сплайн с текстом и тоже применить ему модификатор экструд. Ну, либо BVL, как хотим. То есть любые сплайны, любые модификаторы, все они работают для любого сплайна. Вот у нас есть объемные буквы. Их, например, можно потом подсветить каким-то образом, использовать в рекламных вывесках, в надписях на технике, типа там, например, модель Samsung, надпись обычно идет Samsung. Вы делаете просто очень тонкую такую поверхность и накладываете поверх вашей бытовой техники. Ну, или там любые другие надписи, в общем-то. Все это тоже делается аналогично. Еще один модификатор, который мы разберем, это модификатор Lays. Я сейчас создам тоже очень важная вещь. Создам сплайн. Например, вот такой формы. Может показаться причудливая форма, но сейчас вы поймете, как это работает. Назначаем модификатор Lays и ставим здесь галочку. И ему. Вот у нас получилась такая ваза. Единственное, у него нет основания, потому что я его не нарисовал. Давайте немножечко подкорректируем. Ставлю здесь чемфер. Стоп. Нужно разбить вот этот сегмент на еще два. Здесь тут такая кнопочка, называется она. Дивайд. Вот у нас появился еще один участок. Мы можем его сделать вместо сглаженного безе, можем поставить здесь корнер и поставить основание. И снять вот здесь фаску. Чтобы угол был не такой острый. Вот так. И теперь при использовании в катер Lays мы получили, по сути, такой кувшин, графин. Вот. И здесь нужно следить только за тем, чтобы вот эта вся поверхность была нормальной, красивой. Здесь нужно ставить галочку Wild Core, чтобы этого не было. Какие здесь параметры есть? То есть вы создаете здесь количество сегментов по радиусу. Угол вращения. То есть можете сделать здесь небольшой срез. Если хотите. И выбрать здесь ось. В данном случае это ось. Y у нас. То есть она идет локально. Так как мы рисовали проекции сбоку, вот это у нас ось Y. И здесь можно выровнять по минимуму, по центру объекта, либо по максимуму. Я выбрал по минимуму. То есть это у нас используется. Вот это как раз граница. Вот она. Ось проходит. И получается, что ось вращения проходит через крайнюю точку. Вы можете эту ось перемещать сами. Вот таким образом. В данном случае делать объект либо более толстым, тогда появляется снизу дыра, либо такой более изящный. Нужно следить, чтобы здесь не было пересечения и некрасивых таких вот дополнительных ребер. Нажимаем просто минимум. Так будет лучше. Потом этой вазе можно добавить модификатор Shell точно так же. Ну, все как обычно. Дальше уже редактируйте. Она у нас получилась очень маленькая, поэтому 2 мм здесь большая толщина. Ну, собственно, и все. Таким же образом можно делать торшеры, ножки для каких-то резных столов со своим там профилем. Много-много всего вам еще. Используйте все эти модификаторы. Я надеюсь, у вас все получится. С вами был Иван Никитин. Если смотрите это видео на YouTube, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. И обязательно выполняйте задания в бесплатном курсе. Выкладывайте результаты на страницу. Мы будем с кураторами их проверять и отвечать на ваши вопросы. Всем успехов. Пока. С вами был Иван Никитин. До новых встреч.